Сегодня мы разберем конкретный случай кандидомикоза слизистых оболочек, который, собственно, сейчас встречается постоянно. И вот здесь конкретный случай, обычно все начинается откуда? С рождения. Первое проявление кандидомикоза, либо это молочница во рту, такое не помните, да? Во рту мама не говорила. Затем кандидомикоз на слизистые кишечника, он у маленьких дает увеличение паховых лимфатических узлов и начинает формироваться плоскостопие. Прямо с самого детства. Это может быть, ну, прям с нуля, когда уже говорят, такого не было, да? Плоскостопие потихонечку как бы добавилось, да? И увеличенные паховые лимфатические узлы дают у детей боли в коленях. Это уже с детства были у вас боли в коленях? Вы с собой не чувствовали? Нет. У вас нижняя часть как бы проявилась только проблемами стопочек, да? Но зато верхняя часть, увеличенные лимфатические узлы в ответ на воспаление на слизистых в желудочно-кишечном тракте, да? Они изменили саму структуру лимфатической системы здесь. Поэтому в каком возрасте удалили гланды? В 14 лет. Как раз когда идет активация кандидомикоза, вот здесь мы видим мицеллярную форму кандиды дрожжевого грибка, которую мы получаем от родителей. По антигенному составу при обследовании микробиома мы можем получить то, что ваш антиген вашей кандиды такой же, как у вашей мамы, да? Поэтому так как у родителей, мы всегда должны выяснить, какая проблема у родителей, у родителей такой же кандидомикоз, привел к тому, что пришлось удалить часть кишечника и вывести анус пренатуралис вот сюда, вот, да? А началось все это у мамы с 45 лет, когда удалили миому, да? После удаления миомы пошло дальше разрастание кандиды, и в результате мы получили вот в дальнейшем уже проблему кишечника, кандидоз кишечника, да? Здесь кандидоз кишечника у нас у детей идет с детства. Что проявляется ногами? По ногам оцени работу кишечника. Далее у нас начинается прорастание грибов из кишечника через свищи в матку, да, в матку и яичники, да? Вот именно вот это прорастание, да? Вот вы правильно тоже это слово сказали. И кишечник у нас получается, да? Оля, покажи, у нас свищ, да, в анатомии он у нас находится. Это свищевое течение как бы склеивает кишечник между собой, свищи, да? Вот здесь, Оль, да? Не-не-не, вот эту, вот, пожалуйста, ага, вот эту покажи, да? Внутренние свищи, вот эта кандида попадает в мочевой пузырь, цистит во сколько лет впервые проявился? Уже во взрослом возрасте или это еще в детстве была такая тема? Во взрослом состоянии. То есть мы говорим, у нас присоединилась проблема мочеполовой системы, то есть мы говорим, что у нас есть кандидоз мочеполовой системы, а в юности у нас пришлось удалить гланды, это кандидоз бронхолегочной системы, потому что всякий кандидоз кишечника у детей проявляется увеличением поддиафрагмальных лимфатических узлов. Вот здесь они у нас располагаются под диафрагмой. И в случае воспаления у дитя кишечника у нас поджимаются легкие, поджимаются сердце снизу, тоже вы правильно эту фразу сказали, поджимаются, да? И в результате объем легкого уменьшается. На спирометрии мы можем увидеть, что объем легкого уменьшился. У нас уменьшение объема легкого проявляется постоянным выделением слизи. Это утром, да? Это проявление кандидомикоза слизистых оболочек на кишечнике, в желудке. И в результате мы уже имеем бронхи. Проблема воспаления в бронхах и легких завершается увеличением ключичных лимфатических узлов. И ключичные лимфатические узлы, лимфатическую систему посмотрим, да, они у нас начинают нарушать кровообращение головы. Когда головные боли появились? Олечка, да, хорошо, пусть пойдет. Это тема, что у нас все собирается вот сюда под ключицу. Вот эта вот тяжесть в плечах и желание голову втянуть и вот так держать, да? Сейчас у нас... И сейчас спать невозможно, потому что мы имеем, Олечка, еще лимфатические узлы. Затылка сейчас наиболее проявляется тема у нас. Ну, давай мы возьмем вот этот вот, затылочные лимфатические узлы, да? Вот, пожалуйста, у нас в учебнике по анатомии прекрасно все показано. Почему вот здесь вот, как вы сейчас говорите, эта тяжесть в этом месте, да, вот здесь получать? Сдавит, сдавливается. Что же сдавливает? Вот, посмотрите, у нас с головы все вот это вот должно стечь и куда под ключицу. Значит, мы говорим, что сейчас лимфоденит шейный, который нарушает как мозговой кровоток, так и кровоснабжение на сетчатке глаза. Поэтому глаза постоянно как пелена на глазах. Не болят, а пелена. Ну да. Сухие или течет? Вот сейчас как-то означало слезотечение. Слезотечение. Это увеличенный носогубный лимфатический узел механически сдавливает нам слезный канал, не давая возможности слезке как следует циркулировать. Я не видела, что даже лежишь и прямо слеза. Так и говорят. Я на этом боку полежал, у меня вот это появилось. На другом полежал, у меня вот в этом вазу появилось. То есть мы говорим, что сейчас идет стадия лимфоденита и лимфостаза, какая диафрагмальная. Вот здесь у нас это легкие, да? Стадия ключичная. И шейные лимфатические узлы, и лимфатические узлы головы. И паховые лимфатические узлы дают нам проявление мочи полового воспаления и воспаления гинекологического. Потому что здесь мы имеем бесплодие. Очень часто бесплодие это и есть кандидомикоз слизистых оболочек, прорастание мицелия кандиды непосредственно в матку яичники. И поэтому эндометрий постоянно съедается дрожжевыми грибами. Далее уже выходит у нас, то есть даже не наступала беременности, это ситуация, когда просто не может яйцеклетка у нас, прицепиться некуда, потому что там идет кандидомикоз. Тело защищается тем, что оно не дает новую жизнь, чтобы не получили мы еще такого же больного ребенка. Но мы можем получать опять же ребенка при такой проблеме с кандидомикозом. Далее у нас грибы начинают выходить в лимфатическую систему или покажи нам лимфатическую систему. Здесь мы посмотрели, куда все это у нас попадает. Лимфатическую систему чего? Позвоночника. Лимфатическая система, музей анатомии вот сюда. Вот лимфатическая система позвоночника. Вот здесь мы смотрим лифузлы кишечника. Она вся оказывается, то есть продукты воспаления это гной, метаболиты микроорганизмов, которые вызывают это воспаление. Мы их увидели сегодня с вами. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. У нас микс инфекция в данный момент. И эта микрофлора со своими метаболитами оказывается вот здесь вот в лимфатических протоках, узлах. Иммунные клетки, которые вырабатываются в лимфатическом узле, как могут стараются эту тему разрулить. Но слишком большой поток продуктов воспаления на них идет. И тогда нарушается кровоснабжение в области позвонков. Они кровоснабжаются от центрального сосуда брюшной аорты. И нарушается кровоснабжение в области почек. Поэтому сейчас по ощущениям, по симптоматике, да, это проблема правой почки. Доктор, уролог, когда вы обращались с циститом, сделали УЗИ почек вы? Сделали. О, нефроптоз. Что такое нефроптоз? Мы говорим, в кислой среде продуктов воспаления. У нас почка начинает правой опускаться вниз, потому что растягиваются мышцы. Это все грибковая тематика. И таким образом мы имеем системный кандидоз, да, вот он учебник. Учебник в данном случае мы смотрим, атлас грибковых заболеваний или учебник по грибковым заболеваниям мы будем видеть. И здесь написан диагноз, который называется системный кандидоз. Системный кандидоз у нас проявился с вами, кандидоз мочи половой системы, да, поэтому мы имеем все симптоматику, да. И кандидоз костной системы, да. Вот, причем три отдела затронуты у нас получается. Это поясничный отдел, это кишечник, да, грудной отдел, это желудок, эпигастральная зона желудок и легкий. Это проблема грудного отдела. И получается проблема шеи и головы, да. То есть мы говорим, поражение идет костной ткани системное, так как идет хронический воспалительный процесс в бронхолегочной системе, в кишечнике. Таким образом все это завершается ростом кист и разрушением костной ткани. Кандидомикоз листых оболочек это кистос и грыжи и протрузии позвоночника. Основной задачей в данном случае нам нужно восстановление собственного иммунитета, потому что мы видим, у нас есть поедающий лейкоцит кандиду, у нас можем восстановить иммунные возможности нашего тела. это когда мы начнем хорошо кровоснабжать, нет, поедающий кандиду мне показало бы, да. Вот у нас лимфатических узлов много в петлях кишечника, в бронхах и легких, всего тысяча у нас, да. Если мы начинаем кровоснабжать лимфатический узел, вот мы пасли до споры кандиды, вот эта спора кандида здесь сидит, защитилась эритроцитом, они такие умные, и поэтому не добирается сюда. Наша задача активировать иммунитет, это мы делаем растирание тела, это мы делаем контраст температур на теле, чтобы закровоснабжать хорошо лимфатический узел. Мы должны диафрагмальным дыханием отработать выделение желчи, потому что у нас все-таки самая главная задача, это свое желчевыделение, свое желчевыделение, свой иммунитет и устранение боли. Боль это кислота, действующая на рецепторы боли, защелачивание тела, это противоацидозный массаж, позволяет справиться с закислением. Вот такое комплексное воздействие на комплекс нарушений и должно быть, тут одна таблетка все эти дела не сделает, мы только симптомы таблеткой уберем. Лечение всего тела, восстановление иммунитета, восстановление кислотно-щелочного равновесия позволит направить организм на регулирование численности кандиды. Мы не сможем всех их с вами убить, наша задача по жизни жить с ними дружно и регулировать их численность. Есть такая проблема, которая называется варикоз рук, когда у нас начинают четко быть видными наши веночки. И вот здесь вдоль прохождения веночки вот такие маленькие узелки. Вот мы их видим. Если по веночке идем, узелки, вот он у нас, узелок маленький, вот он у нас. Вот здесь узелок. Как объясняет медицина, как наши пациентки объяснили, что это просто такое строение. Вот посмотрим мою руку, здесь нет узелков. Вот эту сторону посмотрим, вот у нас разница с вами. Здесь нет торчащих вен, поэтому это и называется варикоз вен. Такой же варикоз, который у нас бывает на ногах, такой и на руках. Так вот природа происхождения варикоза вен, это увеличенные лимфатические узлы в ответ на воспаление. Они идут вдоль сосуда. Они нам и дают вот это увеличение. Но отрабатывать варикоз рук мы должны с подмышечных лимфатических узлов, потому что нарушена скорость оттока. А варикоз ног мы должны отрабатывать с паховых лимфатических узлов, соответственно, лимфатическим массажем.